Добрый день, дорогие друзья! Видео по поводу Ирона Агдау, которое я сделал, какой-то большой резонанс имело. Но сейчас мне хотелось бы свое какое-то первое воспоминание, наверное, по этому поводу вспомнить. Наверное, с детства же всегда. Я помню, мы с отцом на море поехали, еще в советское время было, начало 80-х годов. И путевку дали. И в общем жили мы, получается, в гостинице, в пансионате, недалеко от моря. И давали еще талоны на питание. И питаться, то есть обед и ужин, был в кафе недалеко от моря, прям совсем рядом, на береговой линии. И в общем мы ходили купаться. После этого ходили домой, переодевались. И после этого только и шли в кафе кушали. У меня тогда вопрос возник, говорю, папа, а зачем мы так делаем? Ну, кафе же рядом с морем. Вот посмотри, все остальные люди, они заходят в кафе прям вот в плавках, в трусах, в этих своих купальниках, садятся за столами, кушают. Ну, чтобы не ходить два раза куда-то в гостиницу, так же быстрее сделать. Он говорит, ты понимаешь, нам, говорит, нельзя так делать. Я говорю, а почему нам нельзя? Он говорит, ну вот нам нельзя. Я говорю, ну им же можно, вот они же сидят. Он говорит, им можно, говорит, нам нельзя. И говорит, ты знаешь, мой отец, говорит, никогда в жизни за стол в трусах не сел. Или там по пояс голый. Ты, говорит, меня когда-нибудь видел в трусах там, или по пояс голого, чтобы я за стол сел. Я говорю, нет. Он говорит, я, говорит, надеюсь, что не ты там никогда в своей жизни в трусах или вот так вот полуголый за стол не сядешь. И вот такие, как сказать, небольшие вещи, они и составляют этот ирон Ахдал. Это ничего там сложного нет. Это обычное воспитание. И когда вот я читаю же литературу, да, я же много чего изучаю в своей жизни, мне очень интересно, как бы, как работает, функционирует мировая глобальная элита. Как она всех обыгрывает постоянно, на чем. Почему мы их колония, почему мы платим, как бы, деньги в Британию вывозим, они Британию вывозят к нам, да, или в Европу, или в Америку. Это же не они нам дань платят, это же мы им дань платим. Это же наши олигархи живут там, а не их не олигархи живут здесь. И вот самое главное, что я понял о структуре элиты, то, что они тщательно хранят традиции. Вот эти традиции и воспитание, это тот столб, тот стержень, вокруг которого держится все. При этом это воспитание, этот стержень есть у настоящей аристократии, и они делают все, чтобы его не было у тех, кого не называют фош. Ну, фош в хорошем смысле этого слова, в английском, так скажем, да. Вот этому фош не нужно ни воспитания, этому фош не нужны никакие традиции и самоограничения. Этому фош преподают внутреннюю свободу, вы можете делать все, вы вот можете на полу сидеть, вы можете там, не знаю, кушать, пиво из горла пить на лавочке, вы свободные люди, вы к внутренней свободе стремитесь, стремитесь, потому что вы фош. Поэтому она вам нужна. А мы своих детей воспитывать будем по-другому. Мы, правящая вами элитой аристократия, в жестком самоограничении, в жестком понимании, что самое главное, что должен контролировать маленький человек с самого раннего детства, из этой касты людей, да, управляющих миром в том числе, это контроль своих поступков, контроль своего языка, контроль своих мыслей, и как высшая форма контроля, контроль своих эмоций. Как это называется по-остински? Ождан Зинад, правильно? Вот эти все степени контроля. И чем, я считаю, отличались наши предки? И образец, когда я хочу людям далеким от нашей культуры объяснить, что такое Ождан Зинад, я говорю, посмотрите, танец щимт. Вот щимт, это воплощение, вот этого духа. Ождан Зинад. Я ставлю два ролика, сбрасываю человеку. Вот посмотрели из Гинку, вот из Гинка, это другие кавказские народы. Ай-гуй, вот это вот, ну все красиво там, прыгают резко, энергично. Прекрасный танец, великолепный. И вот щимт есть. Вот щимт, это воплощение чисто нашего духа. Понимаете, Ождан Зинад. Сдержанность, сдержанность, максимальная сдержанность. Контроль своих движений, контроль своих мыслей. Без тщательного внутреннего контроля ты не сможешь станцевать щимт. Почему по-настоящему щимт могут только астины станцевать? Потому что это вот внутри должно быть. Понимаете, это с детства воспитывается, в молоком матери впитывается. И когда некоторые враги нашего народу говорят, что это все пережитки прошлого, что это все архаика, я вам говорю, это те, кто так говорят, они есть враги. Потому что они хотят уничтожить этот стержень, вокруг которого этот народ держится еще на протяжении сотен и тысяч лет, да? Ну, сотен так точно. Мы оказались заперты в этих горах. Часть наших там родственников ушла в свое время Европу, во время великого переселения народов. Мы потомки тех, кто здесь остался. Но мы несем примерно общую культуру, общие традиции. И давайте их нести дальше, давайте их передавать нашим младшим. Это совершенно несложно сделать. Не нужно думать, что это есть признак архаики. Это есть признак внутреннего аристократизма. Понимаете? Уождан Зинат и Ирон Ахдау. Это признак внутреннего аристократизма. Вот чего это признак, а не какой-то там архаики. А люди, которые говорят вам, что это вам все не надо, что у вас позвоночник должен быть гибкий, как шланг, и гнуться в каждую сторону. Это есть фош. В хорошем смысле этого слова. Не в осетинском, в английском, конечно же. Это просто люди, которым это не надо. И это они принимают решения для себя сами. Понимаете? Они стремятся к какой-то там внутренней раскрепощенности и внешней поведении. Они могут себе позволить, не знаю, там, целоваться, сексом заниматься на людях. Но они же могут себе это позволить. Собаки могут себе это позволить. Кошки могут себе это позволить. А почему себе это не могут позволить некоторые сограждане? У нас свободное демократическое общество. Это их право. Они могут себе позволить. Они же считают, что собака лучше меня, что ли? Нет. Если она может на улице заниматься любовью, почему я не могу? Совершенно согласен с этой логикой. Имейте полное право. На то вы и фош. Махтах дауджи надо миштам. Вот и все. А спорить, доказывать никому ничего не надо. Каждый делает свой выбор сам. Не я определяю или вы определяете, кто является кем. Каждый сам себя определяет и своим поведением показывает. Понимаете? И поэтому я когда прихожу куда-то, ну не знаю. Вот даже сейчас я уже взрослый человек много раз бывал где-то на отдыхах. Ну на море где-то бываешь. Я все равно никогда в трусах, в плавках за стол не сажусь. Я все равно одену там брюки, рубашку, футболку, в чем я бываю. То есть я в одежде все равно сяду. Приведу себя как-то в порядок. И вот несколько раз бывало в моей жизни, что люди подходили, кто там работали, сотрудники, сразу говорили, о-о-о, а ты, говорит, откуда-то с Кавказа. Я говорю, с чего ты решила? Потому что, говорит, вот ваши, говорит, никогда вот раздетые за стол не садятся. Ну я, говорит, сразу вот понимаю. Ну не все, конечно, тоже этого придерживаются. И опять же это свобода личного выбора. Но говорить то, что те, кто этого придерживаются, это есть какие-то архаичные, отсталые от жизни люди, нет, дорогие мои друзья. Это есть носители древнего аристократического духа. Духа в первую очередь. Может мы бедные, знаешь, я, говорит, плохо одет, но нежно воспитан. И вот нас такой народ. Мы, может быть, не богатые, не олигархи, не все. Но вот это стержень, это то, что нам передали наши предки. И нужно его нести гордо и достойно. Вот и все. Спасибо большое.